Добрый день! Сегодня я хочу рассказать об удивительной лиане – актинидии. Из 30 видов нас интересует только два – актинидия аргутта и актинидия коломикта. Обе они родом с Дальнего Востока. Также ареал простирается на японские острова. И коломикта, и аргутта – зимостойкие виды. Выдерживают морозы до минус 32 градусов. Может пережить и более низкие температуры, но период вегетации должен быть не менее 150 дней. При выращивании этой культуры у нас не возникает никаких проблем. Это многолетняя лиана, ее не надо снимать и укладывать на зиму. Особых навыков при обрезке она не требует. Хотя нет, один нюанс все-таки есть. Но об этом в конце видео. Если вам надо задекорировать беседку, страшный забор или баню, то актинидия великолепно справится с этой задачей. Комикта более декоративная и изящная. Ее интересной особенностью являются листья с изменяющейся окраской. В начале роста весь лист слегка красноватый. Затем зеленый, перед цветением концы у большинства листьев становятся ярко-белыми. А затем приобретают малиново-красный оттенок. Однако следует помнить, что пестролистность более развита у экземпляров, растущих на солнце. У аргутты, наоборот, лист более плотный, темно-зеленый. Никакой варигатности не склонны. Однако это не делает ее менее привлекательной культурой. Аргутта самая высокая из лиан Дальнего Востока. Высота ее достигает порядка 25 метров в высоту. Сама лоза настолько плотная, что в некоторых странах Восточной Азии в древности ее использовали вместо каната для подвесных мостов. Интересно, актинидия будет тем садоводом, кто считает растение бесполезным, если его нельзя съесть. Ну и если вы хотите удивить гостей необычной ягодой. Дело в том, что актинидия – это наш с вами вариант киви. Только лысого, маленького, но при этом очень вкусного киви. В свое время она привлекла внимание Мичурину. В этой культуре он пророчил будущее. Вот его цитата. Можно с уверенностью сказать, что в будущем актинидия у нас займет одно из перворазрядных мест в числе плодовых растений нашего края, способных по качеству своих плодов совершенно вытеснить виноград. Не только его заменить во всех видах употребления, но и далеко превосходя его по качеству своих плодов. Однако только в конце 1999 года актинидия получила официальное признание в нашей стране как плодово-ягодная культура. Но даже несмотря на это, думаю, мы не скоро увидим плоды актинидии на прилавках магазинов. Связано это с тем, что плоды созревают постепенно и плохо хранятся. А вот в качестве экзотического плода у себя на участке выращивать ее можно. Ягода приятна на вкус и обладает тонизирующими лечебными свойствами. Если вы хотите выращивать актинидию в качестве плодово-ягодной культуры, то нам понадобится как минимум 7 растений. 5 девочек и 2 мальчика. Да-да, все актинидии являются двухдомными растениями. Есть, конечно, самоопыляющие сорта, но их немного, и они достаточно редки. Но даже если вам повезло, и вы купили такое растение, все равно для лучшего урожая 3-4 экземпляра было бы оптимально. Как отличить мальчика от девочки? Увы, это не так просто. Вот посмотрите. Так выглядит цветок на мужском экземпляре. А это женский. Ну и последнее. Думаю, многие из вас слышали про непростые отношения между актинидией и котами. Слышала и я, но практически не наблюдала. Коты на участках были, но особого внимания они актинидии не уделяли. Ничуть не больше, чем любому другому растению. Пока в этом году не произошел достаточно курьезный случай. Кто часто бывает у нас в садовом центре, знают наших рыжих котов. И видели большие лианы, растущие за домом. Это актинидия аргутта. Посажена она была 6-7 лет тому назад. И за все это время никто из котов не проявлял к актинидии никакого внимания. Пока в этом году мы не решили перекрасить дом. Естественно, за эти годы лиана разрослась. Достигла немаленьких размеров. И чтобы ее снять, ребятам пришлось потрудиться. Но каково было наше удивление, когда на следующий день мы вышли на работу. И наши коты сидели на актинидии. Катались по земле. Терлись о стебли растения. В общем, вели себя не совсем адекватно. Оказалось все просто. Актинидия вырабатывает те же феромоны, что и валерьянка. Когда ребята снимали лиану, некоторые веточки надломились. Что не могло не привлечь наших котов. Чтобы ваши коты не портили посадки, а соседские коты не сделали ваш участок местом своих вечеринок и пьянок, нужно соблюдать простые правила. Стричь актинидию нужно в период покоя, до начала вегетации. И кустики необходимо замульчировать. При соблюдении этих несложных правил, ваши коты останутся трезвыми, а актинидия целой. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся!